Чемпионаты мира Чемпионаты мира являются важной вехой танцоров, которые стремятся взойти на вершину карьеры. На турнир в Москву приезжают именитые пары со всей планеты, чтобы посоревноваться в блеске с кремлевскими звездами. Михаил и Олеся Еремеевы представляют Сингапур. Они прилетели в российскую столицу за сутки до начала чемпионата. После долгого перелета приятно пройтись по древним улицам Москвы и насладиться ее культурой, ощутить ауру великих танцоров, которые прославили Россию на весь мир. Все-таки дом – это совершенно другое ощущение внутри себя. Когда ты едешь на блэк, в какие-то другие чемпионаты, ты ощущаешь себя, что ты приехал сюда только соревноваться, достигать цели. А сюда ты приезжаешь, в первую, наверное, все-таки я приехал домой и показать свой танец в первую очередь нашим родным, близким, родителям, друзьям. За этой великой стеной состоится исторический танцевальный турнир. Лучшие пары планеты выйдут на паркет Кремлевского дворца, чтобы посоревноваться за мировое первенство. Михаил Еремеев, Олеся Еремеева, Сингапур. Парвел, Нелесилен Хлам. Парвел, Нелесилен Хлам. Россия издавна давала миру великие имена. И до сего дня воспитанники отечественной школы, как волшебные антилопы из сказки, высекают на паркетах чистое золото для других стран. Все-таки, я думаю, что на высоком уровне. И очень много русских парк выступает в другие страны. Порой бывает, откроешь программу, а там все русские фамилии. Так и странно. Олеся и Михаил сделали первый танцевальный па в России. Отец был абсолютно против. Ну, я не знаю, может быть, скорее всего, из-за того, что, ну, как бы мужское, сын должен учиться. Вот. А мама, конечно, она верила. И я ее уговаривал постоянно. Можешь мне... Три года я ее уговаривал, чтобы она мне на танцы отдала. Вот. И все-таки получилось уговорить. И тогда это... И вот с этого пошло развиваться. И она, конечно, ну, очень помогала. Олеся начала танцевать, как только научилась ходить. Когда Олеся немножечко подросла, по-моему, годика, когда было три или четыре, мама ее отвезла в группу гармонического развития. Так называемую. И там детям давали порисовать, давали там что-то, может быть, там поиграть, постучать. И в том числе какие-то базовые танцевальные движения. И уже где-то к пяти годам интерес начал как-то формироваться в то, что у нее это получается. И крен был сделан вот четко, целенаправленно в сторону танцев. В институте Олеся и Михаил сформировали танцевальную пару, которая затем стала крепким семейным союзом. Мы познакомились в институте буквально прям вот сразу, да, наверное? Да. Прям вот чуть ли не с первых дней увидели друг друга. И самое главное, ты вот сразу ты узнаешь танцоров. Ну, я не знала, что ты танцуешь, но они очень привлекают внимание. Ну, вот как бы, ну, и очень симпатичная девушка. Ну, сразу, стало понятно. И вот мы и решили поговорить. О, ну, я занимаюсь танцами. О, я тоже занимаюсь. А может быть, мы что-нибудь попробуем для института сначала станцевать? На сцене. Вот, да. Мы готовили какой-то номер и выступили. Вот. Ну, так потом сложилось, что мой партнер, с которым я был, я его танцевала, он поступил в институт Баумовский. И его математика затянула больше, чем танцы. Я осталась без партнера. У Миши тоже, да, партнерша куда-то? Да, да. Ну, была нестабильная ситуация. И как-то так сложилось. Да, и мы в одном университете, и так вот. За плечами у спортсменов титанический труд. Под блеском софитов не стоит показывать свое волнение. Зрителям кажется, что закон гравитации исчезает на паркете Кремля, и пары порхают над ним, как фантастические бабочки. По мнению экспертов, на этом чемпионате мира Еремеевы были самой нежной парой. Но за их воздушностью спрятан титанический труд, основанный на особой тренировочной технике. Когда ты выходишь на паркет, и вот это вот все, как вот эта энергетика, она образуется, и ты просто начинаешь парить над паркетом. Конечно, здорово. Да, особенно когда на тебя смотрят твои родные, близкие, друзья. Это просто незабываемо. А впереди новые планы и новые вершины. Атмосфера, конечно, она заставляет тебя еще больше со зрителями, потому что со зрителями надо больше работать, больше дарить себя. Нам очень нравится организация Станислава Григорьевича, и я думаю, что с сегодняшнего турнира нам нужно планировать больше выездов. Да, выездов. Такую атмосферу. Такую атмосферу в Москву. Вот и отзвучали последние танцевальные аккорды чемпионата мира. Кубки разъехались по разным странам. Но успокаиваться не стоит. Ведь кремлевские звезды еще долго будут сиять сильнейшим, которые своим искрометным мастерством заставляют всю Вселенную кружиться в ритме вальса. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok